Музыка Мне кажется, что сейчас переговорный процесс по этой проблеме вышел на финишную прямую. Куда она заведет, пока еще не совсем ясно, но оптимисты говорят, что все закончится хорошо. Пессимисты наоборот. Я хочу сказать, что, во-первых, объяснить весь переговорный процесс. Там как бы есть две площадки. Первая площадка – это Иран ведет переговоры с МАГАТЭ. Там чисто такие технические вопросы, вопросы исключительно ядерные, где специалисты, ядерщики обсуждают конкретные технические вопросы. Вторая площадка – это политическая. Это группа 5 плюс 1, или как ее называют, шестерка, ведет уже длительные переговоры с Ираном. Здесь уже политические вопросы решаются, но они, безусловно, питаются теми результатами, которые преподносит им МАГАТЭ после переговоров с Ираном. И есть еще такая группа экспертов, группы 5 плюс 1 Ирана, которые непосредственно занимаются подготовкой документов различных. Там и филологи, там и психологи, там, в общем, большая такая группа. И потому что в документе должно быть выверено все, каждое запятая, каждое, значит, слово. Так вот, переговоры в этом формате ведут уже давно, с 2006 года. До этого переговоры с Ираном вела тройка, западноевропейская, Франция, Великобритания и Германия. Надо сказать, что рывок был сделан год назад, когда было в Женеве подписано предварительное соглашение, совместный план действий, как он называется. И вот тогда начались действительно серьезные подвижки, каждый месяц велись переговоры, и все-таки шаги были. Но еще раз говорю, пессимисты смотрели на эти шаги, говоря, что это все, так сказать, ерунда. А пессимисты говорили, все-таки движение есть. И действительно движение есть. Правда, к 20 июля не успели сделать, но я, честно говоря, и лично не ожидал, что это будет сделано, потому что очень сложная проблема, очень сложная. Даже чисто технически сложная проблема, я уж не говорю о политическом аспекте. Я считаю, что главное, это мое личное мнение, главное, что должно быть в документе и что может, во всяком случае, на сегодняшний день решить проблему, должны быть два момента, которые должны быть закреплены в этом документе. Первое – это требование к Ирану выполнять и соблюдать принципы дополнительного протокола к соглашению с МАГАТЭ, которое делает иранскую ядерную программу полностью открытой для МАГАТЭ, полностью открытой. При таком варианте невозможно уйти в сторону и невозможно делать что-то, что не было бы известно МАГАТЭ. И второй момент, который должен быть необходим в этом документе, это точно рассчитанный алгоритм действий, как снимать санкции. Вот это вопрос довольно сложный. Я уже говорил, что легче их ввести, чем снять, потому что там санкций очень много. И как их снимать? То ли сразу все, как настаивают иранцы, но я не думаю, что западноевропейцы, да и Россия согласится с этим, потому что наш министр иностранных дел в свое время предложил принцип степ-бай-степ, то есть постепенно, значит, снимать санкции. Так вот, должен быть разработан и согласован механизм снятия санкций. Это очень важный момент и сложный момент. И вот если по этому моменту договорятся, то я думаю все-таки, что 24-го будет подписан хороший документ. Я надеюсь на это. И мне кажется, исходя даже из чисто политических проблем, все-таки будет подписан и согрещен вот такой важный документ. Продолжение следует...